Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, это канал Футбол, это жизнь. Итак, друзья, в прошлом году мы с вами делали такую рубрику, как Лига Чемпионов, но только по нашему мнению мы симулировали весь прошлый сезон в Лиге Чемпионов и выявили победителя. Тогда это стал футбольный клуб Челси, он обыграл в финале Мадридский Реал. Итак, сегодня мы не будем так на каждый ролик по группе проходить, мы сегодня сделаем сразу на два ролика, это то есть групповой этап и раунд плей-офф. Итак, будем разбирать мы каждую группу в этом ролике, так что поехали. Начнем мы с группы А. В группе А у нас Атлетика Мадрид, Боруссия Дортон, Монако и Брюги. Здесь лидер это Атлетика, на второй строчке Боруссия, Монако и Брюги. То есть вот так вот по факту, да и по рейтингу должен получиться наша группа после шестого тура. Ну что же, проверим, как это все будет. Ну что же, Атлетика на первой строчке, три матча, три выиграно. Монако с Дортон там делят вторую строчку, но Монако пока что повыше, наверное, из-за забитых мячей. Клуб Брюги пока что все три матча проигрывают. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, Атлетика Мадрид, как нам и сказали, в общем, Мадрид, Боруссия, Монако, Брюги. Давайте посмотрим, кто лучший игрок. Это Диего Коста стал лучшим игроком этой группы, а лучшим голкипером стал Роман Бюрки из Дортонской Боруссии. Ну вот, пять мячей забил Коста, но вот мы видим, что Головин три мяча, вместе с Алькасером он забил, то есть в топ-3 входит Головин. Ну вот, мы уже знаем первых двух участников плей-офф Лиги Чемпионов. Переходим к группе Б. Итак, группа Б. Барселона, Тоттенхэм, Интер и ПСВ. Ну и компьютер нам говорит, что вот так вот будут представлены команды после шестого тура. Проверим это. Закончилась первая половина. Барселона первая, Тоттенхэм вторая, Интер третья, ПСВ четвертая. Ну как бы все так, как компьютер нам и говорил. Но еще все-таки надо отыграть каждой команде по три матча. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok По 11 очков у Тоттенхэма и Барселоны. ПСВ на шестой. Шесть матчей, шесть очков. И выходит в Лигу Европы. Интер, к сожалению, вылетает. Итак, тоже лучший игрок. Группы Б это Лионель Месси. Лучший голкипер Самерхан Данович. Ну и действительно Месси пять мячей забил. Лучший бомбардир. Давайте посмотрим там сколько. Один мяч всего лишь разница у Барселоны с Тоттенхэм. Поэтому и Барселона выходит на команду в плей-офф. Та, которая займет первую строчку. Переходим к группе С. Итак, группа С. ПСЖ, Ливерпуль, Наполи и Цервена Звезда. Цервена Звезда нету в FIFA 18. Поэтому я взял по Нафианайкос. Потому что чем-то даже они похожи. По рейтингу примерно таким же и были. Да, и по статам мы тоже это видим. Ну что же. Запомнили, что ПСЖ на первый, Ливерпуль на второй, Наполи на третий. По Нафианайкос на четвертый. Посмотрим, как будет дальше. После шестого тура. Третья Тур Закончился. Ливерпуль на первый, ПСЖ на второй, Наполи на третий. По Нафианайкос и Цервена Звезда, как по-другому, на четвертой строчке. Ну что же. Пока что все равно идет. Нету никаких пока что лидеров. Субтитры сделал DimaTorzok Не хватило одного очка для Наполи. Посмотрим, кто стал лучшим игроком. Это Неймар. Естественно, лучшим голкипером стал Алисон. Сколько Неймар забил? Семь мячей за шесть матчей. Невероятно. Просто переходим к группе D. Итак, рассмотрим группу D. Здесь явный фаворит это Шальки. Потом, говорят нам, будет Порто, Галцаре, Локомотив. Но мы верим все-таки в московскую команду. Так что посмотрим, какую строчку она займет после шестого тура. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, после третьего тура шансы только у Порто невероятные просто. Из трех матчей выиграли все три. Шальки, Галцарай, Локомотив имеют еще все шансы. Даже на выход в лигу чемпионов есть у Локомотива. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, Порто все равно смогли занять первую строчку. Шальки идет на вторую строчку. Галцарай идет в лигу Европы. Итак, лучший игрок турнира это Брэмми. Он забил 4 мяча. И голкипер лучший это Икер Косилес. Переходим к группе Е. Итак, группа Е здесь. Бавария, Бенфика, Аякс и Аек из Афины. Ну что же, посмотрим, как они будут после шестого тура. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, после третьего тура Аякс идет на первой строчке. Бенфика на второй. И очень удивительно то, что Бавария идет на третьей строчке. Всего лишь 2 очка за 3 матча. Это просто что-то с чем-то. Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, какой здесь нокаут страстей был. Бавария, Аякс и Бенфика получили по 9 очков. Но выходит дальше только Бавария и Аякс. Итак, лучший игрок турнира это Ливандовский. Так, лучший голкипер это Буруно Варелло из Бенфики. И все, на этом посмотрим, кто там лучше бомбардир. Цервий, как я и сказал, 5 мячей он забил. Но Ливандовский на второй строчке с 4 мячами. Переходим к группе F. Итак, группа F. Манчестер Сити, Леон, Хуффенхайм и Шахтер. Вот так вот нам говорят. Ну, запомнили. Теперь посмотрим, что будет после шестого тура. Отлично. Отлично. И после третьего тура Манчестер Сити выходит дальше вместе с Шахтером. Хуффенхайм пока что наравне с Шахтером держится. Но по забитым и пропущенным, наверное, пониже, чем Шахтер. Леон пока что в трех матчах только 3 очка. Ну что же, остается еще 3 тура. Музыка... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ЦСКА пока что является последней командой из России, которая еще может побороться за выход в плей-офф Лиги Чемпионов Локомотив заняли четвертую строчку, а команды из СНГ и из Украины Шахтеры заняли вторую строчку и вышли дальше Посмотрим получится ли у ЦСКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ЦСКА будет представлять Россию в Лиге Европы Пражик Спарта вылетает, Рома со второй строчкой, Мадрис Креал с первой строчкой Лучшим бомбардером стал Марко Асенсио с четырьмя забитыми мячами Лучшей группой турнира стал Эль Шарави из Ромы, кстати, он тоже там три мяча забил И лучшим голкипером стал Тиба Куртуа Переходим к группе H Итак, переходим к последней группе в этом серии, группе H Здесь Juventus, Manchester United, Valencia и Young Boys Ну, как бы, говорят, что Juventus должен выйти с первой строчки, но мы это и проверим Поехали! Итак, закончился первый круг Juventus, Manchester United, Valencia и Young Boys Как бы, так все и предсказывали Но надо решить, или Juventus, или Manchester Это мы и посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Итак, Manchester United с первой строчки Juventus Со второй Valencia идет в Лигу Европы Young Boys просто вылетает в лучшем Стал Дуглас Кост и Паула Дебала Они наколотили на двоих по шесть мячей Лучший Буцу завоевывает Дебала Лучший игрок стал Хуан Мата И лучший голкипер от Давид Дехея Итак, друзья Спасибо вам большое за просмотр И давайте наберем на этом ролике 30 лайков И тогда я выпущу уже плей-офф с Лиги Чемпионов Так что все в ваших руках С вами был Андрей Хорев Канал Футбол, это жизнь До новых встреч, друзья До свидания